Жалость, исхождение. Никто не знает, в истории не сохранилось, когда это началось. Видел ли кто ангелу? Как возмущалась эта вода? Может быть, и описывал кто-то, но нигде этого не известно. Ведь ангел может и так исцелить. Нет, вот нужно было именно в этом месте. Кто-то должен опускать. И вдруг Господь исцеляет, не нужна ему ни купальня, ни вода. Но это разовое явление. Дальше тоже не пишет. Ну а после того-то, продолжал ангел сходить после Христа-то или нет? Я думаю, все так и оставалось. Иначе бы у людей-то это не запомнилось ничего. А приходя сюда, и говорили, может быть так. Ангел-то возмущает, да не дождешься. А вот Иисус после сейчас опять прошел, да ко мне-то подошел. Вот теперь мы этот переход-то и делаем, что Господь-то остался с нами. Вефеза этой нету. Крытых ходов не осталось. Капли воды нету. Водоемы засыпаны, а Господь-то остался. А водоемы-то эти все указывали на крещение, говорит святый лак. Чтобы кто-то нас привел. Это купальня была, не кружка с водою. Помилоси Божией, и через нас Господь кого-то опустил в эту купель. Вы-то опустили тела свои в озеро. Получили прощение. И там ангел возмутил воду. Это тоже намек на то, чтобы там, где Господь, где ангелы, мы не спали, не дремали. У нас чтобы были живые мысли, которые тревожили нас. Приводили в лучшее состояние. Люди, знающие Писание, и говорят, как у вас дела там. Слава Богу, у нас открыли церковь. И ты ходишь, да, я хожу. Но ангел-то хоть по временам воду-то возмущает или нет. Нет, тишь да и блашь. Полная тишина. Довольный, батюшка благослови. Батюшка благословил. Друг от друга славу ищут. А если бы пришел пророк Исаий, да нас-то растеребил. Да кто вас звал сюда? От подошвы ноги, да темени головы, все в язвах. И вы еще стоите, думаете Богу угодить, когда уходите и живете как безбожники. Закройте храм, забросьте ключи, чтобы ни одного не было. Вот ведь как они разговаривали. Я решил посмотреть по Слову Божию. Как Господь исцеляет. Но здесь-то явно, что речь шла о субботе. Случилось явное нарушение. Зачем ему Господь сказал, возьми постель? Ответа никакого нет. Если ничего нельзя было взять, можно было сказать, так я тебе исцеляю. А потом приди через день-то и возьми постель и унесешь. Нет, прямое повеление. Возьми и ходи, чтобы тебя все видели. То есть вызвать их надо было. Вот из этого суббота означает покой. Покой надо было нарушить. Я нашел, что это тоже речь идет все-таки о тех, которые ничего не делают. В закрытом каком-то пространстве находятся, конечно, как монастырь. И Господь через разные нарушения маленьких как бы канонов побуждает нас все это расшевелить. И мы увидим, как они заволновались. Им не исцеленный, не нужен мне Христос в субботу. То есть верните наши монастыри. И об этом толкует наш митрополит-патриарх непрерывно. Они не видят возмущения воды. Но у нас-то явное возмущение воды было. Нас Господь исцелил. Нас опустил в воду. Могли это сказать? Там, где Слово Божие, там присутствует Христос, ибо Ему имя, Слово. Но пока до этого не дошли. У Езекииля 20 глава, 13 стих, 16 стих, 21, 24, 22, 8, 23, 38. Все об одном говорят. Господь говорит, я и залью на вас ярость мою, не в воду, и погружу вас в ярость мою. За то, что вы перечисляете и нарушаете субботу. Везде стоит в укор в этих местах нарушение субботы. Для нас это воскресенье. Это не случайно. Не суббота, Богу-то, а разницы никакой нет. А к тому, чтобы мы душу все-таки распрягли маленько тело-то. Подумали. Помылись. Приготовились. Вчера-то совсем мало было. Ну, понятно, дальше то другое. Но и сегодня опаздывают некоторые. Все никак не вложатся в график. Я говорю, вы наше служение здесь хотя бы приравняйте к электричке переполненной. Если ты опоздал, то ты с тяпками вернешься домой. Ну, на равность-то. И ты понимаешь там, что ты не опаздываешь. Я тебя не знаю, но узнаю, что ты не опаздываешь. Иначе ты зачем пришел на вокзал-то? Не опаздывайте. И при том, чтобы вас здесь, если уже опоздал, чтобы вас никто не преследовал здесь, что напиши. А то сам сразу подойди к наблюдателю, подойди ко мне и скажи, причина такая, транспорт не хотел. Ну, ничего не надо. Прости, Господи. Но если это причина твоя, сразу садись и пиши объяснительную. Вот как малые-малые дети. У меня у ребятишек вот эта ситуация. Сделать не боятся. А как ты это сделал? Все. Руки сразу назад захватил, чтобы его не наказали. И стоит не я. И глаза скромно опустят их. Надо смело выступать и исповедать. Это дает ощущение, чтобы кто-то нас тоже скинул в эту купель. Чтобы душа возмутилась. Совесть забунтовала против самого себя. Я это и хочу добиться. Евангелист Иоанн 5,18. Искали Иисуса убить. За что? Потому что нарушал субботу. Убить? Господина субботы. Что он ее нарушал. А ведь и нарушители-то искали как раз. А Господь им и говорит. Вот я посмотрел. Где он это им сказал? Слово суббота в Библии встречается 165 раз. Как они ее любили. А слово здоров 76 раз. Меньше чем здоровье. Суббота у них было. А хочешь быть здоров? Вопрос такой. Задан только один раз. Я думаю вопрос этот так не задают. Обычно так. Врач задает. Видит когда нарушает что-то человек. Видит он стоит курит. А лечит его от легких. Пульмонолог. И говорит. Ну ты хочешь быть здоровым. Ну ты брось не кури. Понятно. Но здесь ты по-другому. Ты вообще ничего не нарушаешь. Но хочешь быть здоровым. А причина-то была какая. Впредь не греши. Чтобы не случилось всего хуже. Вот мы обещали Богу служить доброй совестью. Не когда-то. А в самом крещении. И там возмутилась вода. Когда мы опускались. Она же неровно стояла поверхностью. Там сошел ангел. Священник освящал воду. Сошел Дух Святой. На изгнание демона из воды. Священник считает молитву. Мы просто не видим что совершается в это время. Там может быть из воды вылетает миллион этих злых духов. Которые желают людей утопить. Каждый отравляет они эту воду. И в этом мы уже очищенном пруду получили спасение. И надо это сохранить. Там когда мы крестились наступило субботство души. Субботство это значит покой. Покой от грехов. Вот какой. Это пустыня. Свобода от грехов. Плодоносная. Это хорошо. Но плодоносец. Человек много приносит зла. Он плодоносит злом. Каждый грех. Это плодоношение плоти на грех. Сераф 32-22 показывает. Где получается здоровье. Хочешь быть здоров? Здоровый сон бывает. Я вам просто конкретно говорю. Вы же все хотите быть здоровыми. Бывает при уверенности желудка. А когда? Особенно вечером. Стал рано и душа его с ним. Я не помню, чтобы когда-то я пожалел утром, что вечером я не поел. Даже такого не помню. А наоборот было не один раз. Под разными предлогами. Думаю, как бы я не замерз. Вроде тепло заложу сюда. Пусть она меня греет. Тысяча. Вот такие даже оговорки-то бывают. Хочешь здоровый иметь сон? Откажись от ужина. Или очень-очень легкий его иметь. Ну, несколько там сухариков или что-то. Вот уже рецепт мы получили. Хочешь ли быть здоровым, Господь? А хочешь, начни так делать. Хочешь быть здоров, но учись быть уступчивым. Не спорь, не лезь. Мы можем сейчас такую бучу затеять и дальше просто в неопределенности повиснуть. Ты хочешь быть здоров? Прими решение собора, как сказано. Мы об этом молились. Я не раз напоминаю об этом. Благодари Бога. И дальнейшее будет тогда приоткрываться. Хочешь, чтобы у тебя внутри все время была смута и недовольство? У нас такие люди были. Ничего еще не было. А уже бунт начался. И куда? Пошли лучше. Да ничего они не получили. Совершенно. Третья книга Езра, седьмая глава, пятый стих. Нам уготовано жилище, здоровье и покоя. А мы жили худо. Значит, хочешь быть здоров? Не греши. Грех уничтожает здоровье. Грех отнимает участие в будущей жизни. Нам уже жилище уготовано, но только мы должны очиститься. Но человек грязный с работы идет. А в трамвай заходишь, и там написано, не заходить в пачкающей одежде. Специальные правила висят. Я в каждом трамвай это видел. Тем более, когда мы идем к Царству Небесному. А нагрязнение идет ежедневно, небрежением. Премудрость, седьмая глава, десятый стих. Я полюбил премудрость более здоровья и более красоты. Она предпочтительнее света, ибо свет ее не гасим. Что считал ты вчера, что считал за неделю? Что ты нового узнал? И твоя мудрость, которая должна быть выше света и дороже здоровья, она тебе понятна или нет? И ты знаешь, что эта мудрость приобретается в молитве. Эта мудрость дается через Слово Божие. И если оно пренебрегается, а на молитве поскоряет только суета, то мудрости никакой нет. Однажды в храме побыл у нас сектант, не у нас, по кросскам. И посмотрел, как ведут себя люди, потом вышел и говорит. А он приближался к православию, свечки уже покупал, воцерковлялся. Вот я посмотрю на людей, или Бог их никогда не избирал, или одних дураков набрал. У меня такое впечатление. Чтобы о нас это не было сказано. Великих, мудрых дураков набрал Господь и все. Это настолько глупые, ни в чем не разбирается совершенно. Если мы будем читать Библию, мы будем разбираться в политике. Мы понимаем, что сейчас делается. Если Господь позволит, у меня выйдет материал по этому собору. Я его разберу во свете Слова Божия. Притча Соломона 5-8. Где здоровье много люди тратят. Вот сейчас призывают в армию. Ну, я не могу достоверно это сказать. Но беру из газеты официально. И говорит не кто-то, а генерал местный военкомата. Военком. 16% только взяли. 40 с лишним процентов отправили как совершенно негодные по здоровью. Это катастрофа полная. Откладывают они. И причина какая? Блуд. Изблудились, изнаркоманились, изкурились и все. Они еще не жили. Это ходящие мероприятия фотографии. Один стоит, согнулся. Ну, можно подумать, из Бахенвальда утром его освободили. А он дома живет, все ест. Ничего нету, все пролетает. И говорит, не блуди, чтобы не отдать здоровье твое другим и лет твоих мучителю. Мучители-то разные бациллы, эта тюрьма ждет тебя. Но премудр Соломона-то видел, вот где здоровье. Ты хочешь быть здоровым. Новые способы, они должны быть комплексные по лечению. Тело и душу лечить. Трава, скальпель, слово. Так говорили в древности. Какое слово? Скальпель, мы знаем, острый должен быть. Трав можно насобирать подальше от дороги, чтобы без сапрена не попали. Ну, а слово-то какое? Ничего, все у тебя будет хорошо по-американски. Это обман. А нужно сказать так. Ты грешник, Бог тебя любит и наказал. Страдающий плоти перестает грешить. Молить Богу. И врачи говорят, те люди, которые молятся, раньше выздоравливают. У них настроение другое. И особенно раковые больные, когда пьют воду, освещенные, чувствуют улучшение здоровья. Я читал, выступал в газете врач, он сам, видимо, верующий, и приносит воду освещенные больным. Но они по своему энергетико, заряженные частицы в определенном порядке, там передачи делают-то, пусть как угодно. Но мы спросим, а кто их в определенном порядке выставит? Ответ-то все равно один и тот же будет. Да Господь! И не просто молитва. Молитва это не словосочетание, потому что по-английски они по-другому звучат. Вода этого не понимает. Бог и Иегов услышал молитву, и ради жертвы Иисуса Христа, ради любви Его, Он дал целительное свойство этой воде, в которой исцелился. Ты хочешь быть здоров? Доверься мне. Так, Господи. Но нет того, кто бы исцелил меня. Есть. Есть священники, которые читают молитвы, освещают воду. Возьми, покрапи и выпьи. Это самое лучшее лекарство. Притом не такое оно и дорогое. Всего лишь стоимость пустой бутылки. Пророк Исаия 1.6 говорит, от подошвы ноги до темени головы живого места нет. Подошвы ноги. Я подумал, а почему ноги больные? А где не бывает здорово? И как ноги вылечить? Вот разные артриты, чего бы ни было. А ты вспомни, куда ты нога не ходил? Проследи эти пути. Где ты цеплял какие бациллы греха? Как прекрасны ноги благовестников, благовествующих не едят, а на горах. Вот альпинисты настоящие. А они идут и проповедуют. Исцеление где? В проповеди. У кого ноги больные? Сегодня же по городу идите. Попросите суть у брата и скажи, возьми меня. Мне хочется исцелить ноги мои. У тебя что болит? Ты сам посмотри. И с этими болезнями подойдите сюда. И мы рассмотрим. Глаза болят. Очень просто это решается. Смотри внутрь себя, считай Слово Божие, и глаза твои будут прозревать. И увидишь, свет в тебе просияет. Исайя 38 глава 1 стих и до 9 говорит о том, как заболел царь языке. Врачи не помогли. Диагностика была полная. Нарыв неисцельный. И мало того, еще и пришел духовный врач, Словом лечит. Пришел и говорит, не встанешь, умрешь. Вот это вылечил. Каково состояние было? Выхода нет. Скальпель не помогает. Травы не проглатываются, застряли. Да и духовное слово ударило. Отвернулся от всего. Целое царство в руках. Все удовольствие написано. Повернулся к стене. И заплакал. Вот теперь, хочешь быть погруженным в воду там, открой два источника слезных и погрузись. Исайя еще идет по двору, а Господь говорит, вернись. Он затопил меня здесь слезами. Скажи ему, даю ему по 7,5 лет на каждый глаз. Еще 15 лет будет. И солнце вдруг в зад пятки попятится. О, какой поток слез-то был. На 15 ступеней пошло назад. Вот это молитва. Ты хочешь быть здоров, потому что заболел смертельный, язвы неисцельные. Плачь. Отвернись от всего, что прельщало, к чему стремился, от своей предпринимательской деятельности, от стройки, от всего. Это тебе уже ничего не даст. Тебе надо готовиться в последний дальний путь. И Господь даст тебе пророческое слово. Бог Его послал Сына нам Своего Единородного, Который дарует исцеление. И написано на рану, он ложил пластырь в смоку. Я подумал, вот это страница Священного Писания. Он наложил ее, человек выздоровел. Когда мы читаем, находим нужное для нас. Евангелиец Матфея, 8 глава, 8 стих, говорит о сотнике. Который показал веру необычайную, действующую на расстоянии. Ты только скажи слово и выздоровеет, раб мой. А Господь на это отвечает 13 стихом. Как веровал, так тебе и будет. Если мы верим, что наш Бог всемогущий сотворил вселенную, сотворил великие пустыни и бездонные океаны, то неужели Он для меня эту вепезду Дом Милосердия прикрыл навсегда? Мы знаем, где это исцеление у ног Иисуса. Это в молитве, это в храме с детьми Божьими, когда приходят и говорят, я болею, помолитесь. Или звонят, помолитесь. Самая трудная, неисцельная рана бывает тогда, когда человек одинокий. И тогда нужна ему помощь, ходатайство других. Я вас прошу помолиться за новопристального раба Божия Александра. Сегодня хоронят, протоиерей. Он многое сделал в становлении, когда мы начинали тогда проповедовать о крещении. Он был для нас тем местом, где мы могли людей куда посылать, и люди получали полное крещение. Он был секретарем у Гедеона. Он уже тоже умер, митрополит в будущем, Ставропольский. А секретарь, он имел большую власть. И когда Гедеона не было, в моем доме обратился в православие отец Геннадий в паст. Вот откровение в трехтоннике, это его труд. И он туда приехал. Отец Александр собрал в епархию новосибирскую всех священников, всех, кого мог провести совещание. Без архиерея, каким-то делам. Он был очень мудрый в этом деле. И он тогда отца Генриха выставил и говорит, вот ты у нас здесь, скажи, вот ты Минонит, ты по-своему там спасался. И придется к нам, что ты увидел, что тебе не понравилось? Вот такой вопрос научиться нужно задавать. И особенно людям, какие впервые к нам приходят. Ну, которые первый раз пришли, они еще не знают. А когда вот начали ходить, оглашенные, для нас очень важно это. Те, которые ходят в какие-то другие места. Что бы вы хотели что-то где-то изменить? Вот сегодня мы говорим, что объединение произошло. А на самом деле ничего нет. Руководство остается то же самое. Епископ, священник, к нам никто не придет, ничего не возьмет. Только то, что могут у нас теперь, отец Павел, может теперь у нас есть пришищаться. Только и все. Но за этим это первый их шаг. Я думаю, это они политиканы. И они все это обдумали. Дальше как постепенно убрать епископ, это будет, после они начнут подбираться. Самый трудный у них вопрос был с приходами в России, которые, что это зря открыли. Не надо было. Это была ошибка. Я согласен, была ваша ошибка. Но Господь допустил, вы же молились, что благодаря этой ошибке, вопреки тому, что вы сегодня говорите, Бог дал нам родиться, дал нам отразить езду. У нас крещение принимали священники, у нас было это возмущение воды, благодаря вашей ошибке. И мы не знаем еще, сколько вас ждет там ошибок. Об этой ошибке особенно сокрушительной говорит главный идеолог сближения, архиепископ Марк Берлинский. То есть, нас немного осталось, но для них мы главный вопрос сейчас, я об этом и говорил. И просто так нас писать и сказать, пусть у вас будет местный максимум, они на это не пойдут. Нет, для них это сегодня задача пока еще неразрешимая. Может там в куларах они что-то решают, а наша задача так, хочешь быть здоров. И выход один, не искать в Израиле Вифезу, паломничество, мощи какие, а искать Христа. Он есть истинный источник, потому что люди оставили, высекли себе разбитые водоемы, не могут держать влаги они. А меня, Господь говорит, источник воды живой, он себя называет источник воды живой. И мы к нему будем прибегать, будем его просить нас сохранить. Потому что у нас и мысли разные появляются и прочее. И усилить нашу работу по миссионерству. Я вас очень прошу. Некоторые совершенно еще не звинулись с места, ноги больные ваши. Язык ваш, видимо, прирост в гортани, как Давыд говорит. Вы так и не идете ни к драмтеатру, ни по городу, и здесь на занятиях нет. Придет время, вы горько будете жалеть. Хочешь быть здоров? Начни двигаться. Найди этот источник, и да будет погружен в него и тело, и души. Аминь. 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 Продолжение следует...